Каждую машину, которая въезжает на платную парковку в центре Красноярска, фиксирует вот такая вот видеокамера. Они установлены буквально везде. Данные поступают сразу в единый информационный центр. А это значит, что владелец машины воспользовался услугой. Система наблюдения считывает госномер и машины и фиксирует время, когда автомобиль приехал. С этой минуты начинается отчет. Первые полчаса бесплатно, потом надо рассчитаться, учитывает камера и время выезда. Программа укажет, какую сумму должен водитель, даже если он принципиально не платит за парковку. Еще одно нововведение – информационное табло, которое указывает, сколько свободных мест есть на парковке. Ресчитывает процессинговая система, которая определяет количество платежей, количество въехавших и выехавших автомобилей и отображает там информацию. У нас небольшой задержкой транслируется, но тем не менее там информация будет указываться. 10-15 минут – технологическая задержка, о которой мы говорили. Свободные места на парковке считает компьютер, учитывая всех, кого при въезде зафиксировала камера. Однако пока система не распознает тех, кто ставит автомобиль неправильно, занимая полтора или два парковочных места. Поэтому табло на площади революции информирует о том, что 55 мест свободно, но по факту их нет. Инвесторы говорят, что система работает в тестовом режиме, а когда в силу вступит закон, то оплачивать придется. Или парковку, или штраф документ уже находится у депутатов законодательного собрания. Эта работа ведется и в ближайшее время мы ожидаем все-таки рассмотрения нашего ходатайства на уровне законодательного собрания. Законопроект сейчас находится в комиссии, а дальше это компетенция самой комиссии. По словам специалистов, с помощью платных парковок потоки машин на Мира, Карла Маркса и Ленина стали двигаться быстрее. Предполагается, что пропускная способность этих улиц еще увеличится. В центре не должно быть припаркованных на полосах машин. Когда эту проблему решат, пробок станет меньше. Это главная задача. Но по словам многих предпринимателей, парковку в центре необходимо рассматривать и с точки зрения экономики. У других-то время тратится. Поэтому раз время тратится, значит это должно стоить. Заплати и ставь. И вообще относительно вопроса цены я бы делал так. Видишь, парковка забита полностью. Поднимаем дальше цену. До тех пор, пока не будут свободные места. Как только стали не ставить машины, пустуют места, значит надо цену снизить. И так бы это все отрегулировалось постепенно и было бы нормально. Сторонники системы платных парковок говорят, за любую оказанную услугу необходимо платить. А возможность оставить автомобиль в центре города во многих странах именно такой и является. Идем к этому и мы. Екатерина Погорелова, Павел Пателицын. Новости.